Дан старт второму этапу конкурса «Народный участковый-2016» до 16 октября. Жители округа посредством онлайн-голосования на сайте Управления МВД России по Ненецкому округу смогут определить одного участкового, работающего на территории Ненецкого округа. Он и будет принимать участие на заключительном этапе всероссийского конкурса. Свою карьеру претендент на звание «Народного участкового» 2016 года Андрей Ниганов начал в 2007 году. Именно тогда на семейном совете было принято решение кардинально поменять жизнь всей семьи Никоновых. И оставив работу строителей в Наридмаре, вся семья отправилась в телевизор. Как признается скромный участковый, поначалу работать было непросто, ведь на селе все друг за друга заступаются. Поэтому в отношениях со своими односельчанами старается держать нейтралитет. Поначалу было сложно привыкнуть к совершенно другому ритму жизни. Сейчас я уже как бы втянулся. Просто надо понимать, что работа участкового, особенно на селе, это выходные, не выходные. Если есть сообщения о преступлениях, о правонарушениях, то идешь и совершаешь проверки по данному факту. Пригодился на новом месте и опыт в строительстве. Сейчас у большого семейства уже есть свой дом и участок. Как признается сам страж порядка, на победу очень надеется. Говорит, народного участкового должно отличать спокойствие и выдержка. Конкурентом Андрея Никонова выступает лауреат прошлогоднего конкурса Стас Шистарев. Как и в прошлом году, жители Каратайки намерены активно голосовать за своего народного участкового и надеяться на его победу. Хорошее отношение. Вообще в целом, что все-таки народ поддержал. Да и у меня у самого так же состояние, что значит не зря что-то делаю, понимаете. Значит не зря работаешь. Значит люди действительно доверяют. Да и сам конкурс в первую очередь направлен на повышение уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формирование позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции. После голосования за кандидатов на региональном уровне участников ждет еще один тур. Третий этап общероссийский, где лучший наш участковый будет представлять уже наш округ в Москве, в Министерстве внутреннего дела Российской Федерации. Жители округа могут ознакомиться с анкетами каждого конкурсанта и проголосовать на сайте УМВД посредством одного из аккаунтов социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники или Фейсбук за того, кто по их мнению достоин звания народного участкового. Напомню, голосование продлится до 16 октября. Елена Семеновичева, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова